Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского канала Ягуль Нуржакен. Сегодня в программе. В акционерном обществе Артиллор Миттл Тимиртау руководство компании решило понизить заработные платы своим работникам. Почему? Смотрите в нашем сюжете. Состоялась 31-я сессия областного мастрихата. Вопросы обеспечения бесплатными лекарствами детей, болеющих с самого рождения, смотрите в новостях Первого Карагандинского. Работники Института экономических исследований Республики Казахстан нашли новый способ улучшения жизни граждан страны. Какой, смотрите далее. Обо всем по порядку. Сокращение заработной платы вместо увольнения. Такое заявление вчера сделало руководство акционерного общества Артиллор Миттл Тимиртау в лице генерального директора Виджай Махадывана. По его словам, компания с 1 августа намерена сократить заработную плату своим сотрудникам на 25%. По каким причинам металлургам урежут зарплату, узнавала Аймамрина. Генеральный директор компании Артиллор Миттл Тимиртау Виджай Махадыван устроил встречу с журналистами. По его словам, компания несёт значительные убытки. Всему виной импорт в нашу страну из России и Китая. К тому же, шаткое положение российского рубля тоже повлияло на финансовую стабильность тимиртауского металлургического производства. Если в 2005 году компания занимала первое место, то сегодня планка снизилась на пятое. Ещё одна причина – географически неудобное расположение самого предприятия, то есть нахождение вдали от морских путей. Это несёт высокие транспортно-логистические затраты, что бьёт в первую очередь по экономике страны. Это непростое решение для нас. Мы понимаем, что являемся градообразующим предприятием. Если люди будут уволены, им просто некуда будет устроиться на работу. Поэтому нами было принято решение сократить заработную плату всем без исключения сотрудникам. По словам генерального директора, сэкономленные 25% зарплат будут пущены на улучшение и повышение конкурентоспособности компании. В первую очередь это коснётся продукции. Её нужно выпускать в соответствии с потребностями нашего рынка. Необходимо производить больше арматуры и трубы большого диаметра. На вопрос, когда же сотрудники смогут получать полноценную зарплату, руководством Арселор Митл Тимиртау было сказано, что произойдёт это после того, как компания начнёт получать прибыль. Пока же работникам нужно либо смириться, либо искать другую работу. Аймамрина Исламбек Успан, Арман Артаев, Первый, Карагандинский. Аким области Нурмухамед Абдибеков считает сокращение заработной платы работникам компании Арселор Митл Тимиртау не самым лучшим выходом из сложившейся ситуации. Ведь в таком случае пострадают в первую очередь семьи людей. Но пока компания ведёт переговоры с профсоюзом металлургов Жахтау и профсоюзом угольщиков Кургау. Их совместное решение будет выработано непременно с учётом интересов работников. В своём выступлении в прямом эфире глава региона пояснил, подобные ситуации возникали в Артелор Митл Тимиртау и ранее, но были благополучно урегулированы. Если компания снизит заработную плату, в одностороннем порядке будут приняты соответствующие меры в рамках трудового законодательства Республики Казахстан. Потому что в конечном счёте речь идёт о наших гражданах, благополучии их семей, и мы не можем допустить ущемление их права на достойную оплату труда. Кроме того, в настоящее время уполномоченным органам ведётся внеплановая проверка по вопросу нормативной численности работников этой компании. В случае выявления нарушений трудового законодательства будет вынесено соответствующее предписание на имя руководства компании. Сегодня состоялась 36-я внеочередная сессия Карагандинского областного маслехата. Депутаты решали вопросы изменения бюджетной политики на 2015-2017 годы и о предоставлении лекарственных средств специализированного лечебного продукта дополнительно. В работе сессии приняли участие Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков, секретарь областного маслехата Нурлан Дулатбеков, депутаты, руководители государственных органов. По вопросу внесения изменений в решение 31-й сессии областного маслехата об областном бюджете на 2015-2017 годы с докладом выступила руководитель областного управления экономики и финансов Ольга Черернявская. Основной причиной уточнения послужило выполнение поручения главы государства, данного на 21-й сессии Ассамблеи народов Казахстана, своевременного жизнеобеспечения населения лекарственными средствами, которые не имеют возможности в самостоятельном их приобретении и доведении до минимальных объёмов трансфертов общего характера по дорогам. Уважаемые депутаты, в результате внесённых изменений областной бюджет в Казахстане под обходом 53,5 млрд. тенге, по затратам 153,6 млрд. тенге, чистому бюджетному кредитованию 5,1 млрд. тенге, сарта по операциям 18 млрд. тенге 56,6 млрд. тенге. В бюджете предусмотрены средства на завершение строительства здания в Караганде под Дом дружбы. По вопросу предоставления лекарственных средств выступил руководитель областного управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев. Просим поддержать выделение 25 млрд. тенге. Данные средства будут направлены на приобретение лекарственных средств для лечения детей с эпилепсией, врождённые лёгочной артериальной гипертензиями, другими сложными и тяжёлыми заболеваниями, в том числе врождёнными. Выделенные средства, приобретенные лекарственные препараты будут способствовать эффективному лечению у разных детей. Прошу поддержать. Депутаты приняли решение о дополнительном предоставлении отдельным категориям граждан при амбулаторном лечении бесплатных лекарственных средств. Контроль за исполнением решения возложили новостоянную комиссию областного маслехата по социально-культурному развитию и защите населения. По предложениям администраторов бюджетных программ, при уточнении бюджета учтено перераспределение средств между администраторами программ в пределах средств, предусмотренных в бюджете, за счёт сложившейся экономии по итогам государственных закупок. Но впереди небольшая реклама. После продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Галвин. Морозостойкий. Надёжный. Прочный. Для тех, кто ценит качество. Строить по-карагандински значит работать на доверии. Глобальную реконструкцию тепловых сетей по улицам Ленина, Гоголя и проспекту Нуркена-Абдирова подрядчики начали авансом. Финансирование же из республиканского бюджета по программе Нурлы Жол начнется лишь с середины августа. Однако большой почин в самом разгаре. Как идут работы, интересовались сегодня депутаты городского Маслихата и наш корреспондент. Прежде чем отправиться в рейд по проверке хода работ на тепловых сетях, депутатская фракция городского Маслихата партии Нуратан провела совещание по наиболее острым вопросам подготовки города к отопительному сезону. В этом году по государственной программе Нурлы Жол было выделено 2 миллиарда 7 миллионов тенге на реконструкцию и ремонт тепловых сетей города. Большой передел проводится по улицам Ленина, Гоголя и проспекту Нуркена-Абдирова. В планах у коммунальщиков обновить несколько десятков километров трубопроводов. Однако свой выезд депутаты начали с нареканий по поводу перекрытия улиц, неудобного для транспортно-пешеходного потока. Чтобы выяснить, можно ли было поэтапно проводить работы, депутаты обратились к графику. Проверили количество техники и убедились в качестве лабораторного контроля сварных швов клетий. Кстати, трубы с изоляционным слоем укладываются наши, карагандинские. Правительство пошло нам на встречу, выделило эти средства. Это бюджетное кредитование, которое в конечном итоге нам придется возвращать. Оно по-любому на возвратной основе у нас. Но то, что делается, это делается надолго. Подрядчики обещают, что к 1 октября будет завершена реконструкция теплосети, а к ноябрю завершат и благоустройство. Проблема в том, что финансирование по государственной программе начнется только в августе, а пока ремонтные работы ведутся за счет средств подрядчиков. Тут-то и проявляется карагандинский патриотизм. Фирм, работающих на ремонте и реконструкции тепловых сетей, со стороны нет. Все карагандинские и все знают нужды родного города. На сегодня поставщики готовы отпускать трубы даже без предоплаты. Говорят, взаимозачет проведут позже. Горожанам надо лишь немного потерпеть неудобства. Ненадолго. Насколько это обоснованные были эти перекрытия, насколько это соответствует транспортным потокам и наличие определенных дорожных знаков. Поэтому просто, наверное, мы будем разговаривать с представителями дорожной полиции. А зато потом, в течение 10-15 лет, улицы, на которых проживают карагандинцы, никто раскапывать не будет, уверяют тепловики. А с вашим корреспондентом поделились еще одной прекрасной новостью. По центру проезжей части улицы Ленина будет проложен пешеходный сквер. Прямо как в 60-х годах прошлого столетия. Сергей Высокосов, Исламбек Успанов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Пять новых вакантных должностей появилось в Управлении по контролю за использованием и охраной земель в Карагандинской области. Получить работу могут все представители государственной службы. Как проходит отбор претендентов, будут следить многочисленные наблюдатели. В Управлении по контролю за использованием и охраной земель Карагандинской области был объявлен конкурс на замещение вакантных административных должностей. Для того, чтобы все проходило честно, были приглашены наблюдатели. Они будут следить за тем, чтобы правила принятия людей на государственную службу не нарушались. На сегодняшний день имелось пять вакантных должностей на замещение вакантных должностей. Мы объявили на должность заместителя руководителя управления, управление специалиста по управлению персоналом, кадровым персоналом, также на три государственных инспектора по использованию охраны земель. Для открытости и прохождения конкурса были приглашены средства массовой информации. Депутаты Маслихатов и другие уполномоченные органы по государственной службе. Каждый гражданин, кто сможет пройти квалифицированный отбор, может подать заявление на замещение вышеуказанных должностей. Николай Кровец, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Работники Института экономических исследований при Министерстве национальной экономики нашли новый способ улучшения жизни граждан страны. По их мнению, деньги нужно вкладывать в человеческий капитал, то есть в первую очередь в образование и здравоохранение. Активный человеческий капитал – залог процветания государства. По таким лозунгам сегодня провели встречу с представителями малого и среднего бизнеса и общественных объединений. Узнать, как же можно улучшить свой бизнес и поднять уровень человеческого капитала собрались руководители бизнес-структур, работники сферы образования, здравоохранения и общественные организации. Особый интерес по вопросам продвижения своего дела проявила председатель общества оказания помощи людям с ограниченными возможностями Алия Сулейменова. Создать такую структуру, назвать ее «Лого Скараганда» и открыть кабинеты психокоррекции она мечтала с детства. Ведь о проблемах инвалидов она знает не понаслышке. Сама прикована к коляске с детства. Из этого семинара девушка пытается извлечь самое ценное – идею и вдохновение. Как дальше продвинуть свой центр, какие приоритеты, какие методы есть. Я постоянно обучаюсь. А еще одна участница семинара Татьяна Вощенкова является председателем правления Национального научного центра материнства и детства. В своем акционерном обществе первым приоритетом она считает саморазвитие сотрудников и улучшение их благосостояния. Мы проносим это через систему сбалансированных показателей. Например, если клиника успешная, твоя зарплата больше. Твоя зарплата больше, если к тебе больше приходит пациентов. К тебе пациентов приходит больше, если ты умеешь делать что-то такое уникальное, лучше других. Организаторы встречи начали диалог с примеров из мирового экономического устоя. По их словам, самый лучший вклад – это образование. Каждой тенге, потраченной на обучение ребенка, вернется с Торицей. Но нужно не упускать из виду и правильную мотивацию этого самого обучающегося. В Европе 90% заключенных не посещали детские сады. Это считают модераторы заседания и есть доказательства их теории. Организаторы семинара планируют провести такие встречи еще в ряде городов Казахстана. Их цель – зажечь в слушателях искру познания и помочь осмыслить будущую экономически выгодную стратегию. Аймамрина Жасулама Кулбеков Арман Нартаев – первый карагандинский. Лето в Казахстане почти закончилось. Остался всего один календарный месяц, а карагандинцы продолжают приобретать путевки в жаркие страны. В основном это Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Как местные жители относятся к отдыху на казахстанских курортах, узнавал Николай Кровец. Карагандинка Майя Булатова об отдыхе в Турции знает не понаслышке. Девушка работает старшим менеджером по туризму в компании «Керемет» и уже посещала эту сказочную страну. Представитель карагандинской фирмы утверждает, что местные жители сегодня стремятся посетить именно ее. Ведь туристический отдых в Казахстане только развивается, и сервис оставляет желать лучшего. Внутренний туризм наш развивается, но цены как таковы не особо приемлемы. Многие туристы жалуются, не то чтобы жалуются, но можно там немного докинуть и уже слетать в Турцию. Карагандинский путешественник Виталий Шуптер на своем велосипеде объездил много туристических мест Казахстана. По его словам, очень сложно доверять зонам отдыха, которые располагаются на Балхаше и Каркаралинске. Здесь завышенные цены и сервис не меняется. Хотя есть в нашей стране такие оазисы, куда местным жителям стоит заглянуть. Это различные гостевые дома небольшие, то есть маленькие такие инициативы. По Карагандинской области это Казаларай, по Алматинской это, допустим, Саты с Кольцаем, по Южному Казахстану это гостевые дома Угама. То есть это маленькие такие, можно сказать, микроскопические инициативы, которые, в общем-то, дают определенное качество, довольно высокое, и цены при этом не настолько сильно кусаются, как у тех, кто поймал звездную болезнь. Мы же решили узнать у карагандинцев и гостей города, где они отдыхают в летние каникулы и как оценивают сервис казахстанских курортов. Вот я как раз еду 4 августа в Алма-Ата, в Карагаулы. С удовольствием отдыхаю в Казахстане. С удовольствием. А расскажите, где вы уже отдыхали и хотите еще раз там? Ну, я, например, ездила в Турцию, другого раза не будет. Ну, не нравится мне там. Во-первых, в 5 часов лететь на самолете и думать, долетишь или не долетишь. Ну, в Боровом, в Каркаролинске, где еще... Да даже в Тимиртауна сделали озеро, неплохо можно отдохнуть. А вообще сервис в Казахстане именно отдыха соответствует вообще по вашему? Ну, немного не дотягивает, можно и лучше, мне кажется. А что только? Ну, мне не удавалось как бы хорошо отдохнуть в Казахстане. Но я думаю, места-то у нас есть. Места много. А вот а в связи с чем не получается у вас нормально отдохнуть? То есть сервис не позволяет не тот у нас в Казахстане? Мягко говоря, не тот сервис. В свою очередь, турагентство Керемет для всех жителей города дает совет. Не нужно обходить многие турфирмы в городе и искать низкие цены путевок за границу. Это может быть обман. Все слышали уже, многие туроператоры, турагентства, ну, были провалы. Поэтому советую туристам не нападать на очень низкие сомнительные цены. Пусть дорого, но зато уверенно и с комфортом. Если карагандийцы все-таки надумали провести свой отдых в Казахстане или другой стране, стоит сначала выбрать качественного туроператора. И только лишь потом наслаждаться приливом морской волны и жарким согревающим солнцем. Николай Кровец, Жаслан Маколбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В поселке Агадырщицкого района состоялся митинг в поддержку жителя этого села Ерлана Канафина. Его осудили на 6 лет за убийство односельчанина. Родственники, близкие и знакомые с таким решением суда не согласны. Они считают, что мужчину приговорили несправедливо. А настоящие виновники в смерти погибшего Талгата Кокеева гуляют на свободе. Да ещё и носят погоны. В ситуации разбирался наш корреспондент Аймамрина. Мы считаем, что Канафина и Ерлана отудили несправедливо. В смерти Кокеева замешаны полицейские. Чтобы скрыть это, они и нашли крайнего. В посёлке Агадырь страсти накаляются. Резонансное дело в отношении Ерлана Канафина вызвало недовольство минимум 50 человек, которые его знают. Сегодня на площади перед мечетью собрались односельчане, родственники, близкие Ерлана. Все хотят справедливости и несогласны с решением суда. В Казахстане нет справедливого суда. Настоящие убийцы спокойно гуляют на свободе. Все об этом знают. Народ против такого решения суда. Ерлан невиновен. Совсем недавно, 14 июля, главу семейства Канафина Хьерлана осудили на 6 лет за убийство жителя этого же посёлка Талгата Кокеева. Судя по документам судебно-медицинской экспертизы, Канафин нанёс Кокееву несколько ударов, отчего последний получил закрытую черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Также в заключении написано, что такую травму Кокеев мог получить и от падения с высоты своего роста. Погибший умудрился ходить с такой травмой более 10 дней. Сестра осуждённого Зинни Гульби Магамбетова считает, что эти экспертизы были куплены заинтересованными лицами. Ведь за несколько часов до смерти Кокеев находился в районном отделе внутренних дел. Туда же ему дважды вызывали скорую. Этот человек в течение 10 дней здравствует, бегает по посёлку, не обращается в больницу, не лежит дома. Вот, например, себя прекрасно чувствует. Несколько раз попадает в полицию, и перед смертью он находился в полицейском участке. Для этого у нас имеется доказательство. Жители посёлка Агадырь в справедливость в своём селении верят. По их словам, в ауле власть имеет тот, у кого есть деньги или знакомые. Сейчас дом осуждённого стоит бесхозно. Жена и 17-летний сын живут в страхе за свои жизни. По их словам, им неоднократно угрожали, требовали прекратить добиваться справедливости. Родственники со слезами на глазах смотрят на фотографии Ирлана, рассказывая о том, каким безобидным он был и каких успехов добился, работая спасателем. А в районном суде номер 2 посёлка Агадырь по данному решению прокомментировали сухо. Родственники и близкие осуждённого на 6 лет Ирлана Канафина не намерены сдаваться. Они верят в его невиновность. По их словам, на этом судебном процессе его специально сделали козлом отпущения. В течение нескольких дней они намерены подать апелляционную жалобу в областной суд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова